Нокия 2630 Нокия 2630 – еще одна удачная бюджетная модель телефона от Нокия. Из очевидных достоинств стоит отметить то, что аппарат принадлежит к классу телефонов с толщиной менее 10 мм. Снимаем аккумуляторную крышку и саму батарею. Отверткой Т4 выкручиваем два винта. После того, как винты выкручены, пластмассовой лопаткой аккуратно по периметру отщелкиваем переднюю часть корпуса аппарата. Снимаем ее и клавиатуру. Далее той же отверткой откручиваем четыре винта, чтобы освободить плату от средней части корпуса. Затем с правой и с левой стороны металлической лопаткой отщелкиваем фиксаторы, которые держат плату. Далее, не вынимая платы, поскольку есть вероятность порвать провода вибромотора, отщелкиваем боковые фиксаторы, крепящие пластмассовую рамку вместе с подложкой клавиатуры. Потом отсоединяем коннектор подложки клавиатуры и снимаем саму подложку вместе с рамкой. Затем металлической лопаткой отсоединяем вибромотор и вынимаем системную плату, поддев ее той же металлической лопаткой. Обратите внимание, дисплей на плате никак не закреплен и соединяется с платой с обратной стороны через коннектор. В верхней части корпуса находится акустический динамик – спикер. В нижней части корпуса находится вибромотор с разъемом для подсоединения к системной плате, микрофон и полифонический динамик в сборе с акустическим блоком. Далее, пластмассовой лопаткой разъединяем коннектор дисплея и снимаем дисплей. На системной плате находится коннектор шлейфа подложки клавиатуры, коннектор для подключения вибромотора. С обратной стороны платы находится коннектор шлейфа дисплея, контакты акустического динамика, спикера, камера, комбинированный разъем заряда, мини-гарнитуры и дата-кабеля, считыватель SIM, контакты АКБ, контакты микрофона, контакты полифонического динамика и кнопка камеры. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Nokia 2630 посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат. Субтитры создавал DimaTorzok